Марина Варламова одна из тех, кто долго добивался, чтобы во дворе домов от 48 до 28 по Советской улице прошла реконструкция проезжей части. Личный интерес подвиг женщину отстаивает свое право на комфорт. Дочь Марины Ольга инвалид. Недавно у девушки появилась коляска с электроприводом. Но передвигаться на ней в собственном же дворе Ольге раньше было небезопасно. Было страшновато. Я очень боялась, потому что не знаешь, как поведет себя человек, который двигался в машине. И поэтому сейчас, когда появилась доступная среда, тротуары, мне кажется, будет попроще. По словам жителей тротуара, от дома номер 48А до 28 по Советской улице не было никогда. Пешеходам приходилось передвигаться по автомобильной дороге, что было небезопасно. Благодаря усилиям местного депутата, многолетнюю ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. Владислав Рымша в сотрудничестве с представителями администрации Ленинского округа добился расширения и обновления проезжей части и создания тротуара. На мой взгляд, даже вопрос не в проезжей части, ремонт и расширение ее, чтобы можно было проехать двум машинам, а именно безопасность жителей города, которые непосредственно передвигались по этой дороге. Работы по реконструкции заняли всего пару недель. Новый тротуар выполнил с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. На сходах бордюрный камень понижается. Помимо асфальтирования и зарасширения участка, строителям пришлось перенести столбы освещения. Также они произвели озеленение. Теперь местные жители просят положить на проезжей части искусственные неровности, чтобы они сдерживали желание водителей разогнаться. Ведь все-таки это придомовая территория. Могут выбежать дети, попасть под колеса. Примечательно, что знаки лежачий полицейский уже установлены. Дети вот в школу идут от тех домов. Значит, у меня вот внучка отсюда ходит. И вот был лежачий полицейский сломанный. Машины, в общем-то, едут быстро, не всегда и уступают. А дети бегут, сами знаете, они не очень-то смотрят. Поэтому желательно, конечно, несколько их положить, чтобы водители знали. А так вот то, что сделали тротуаром, и так долго его ждали. В общем-то, очень довольны. По заверению депутата Владислава Рымши, в скором времени искусственные неровности появятся. Еще жители просили заасфальтировать дорожку к пятой школе. Но сотрудники Дорсервиса пока обещание создать. И здесь тротуар не выполнили. Здесь такое небольшое место, которое требует, конечно, асфальтирования. Потому что как раз вот та дорога, по которой мы с вами шли. Оттуда идут дети в пятую школу. Вот, это место. Срезают путь. Да, срезают путь. Получается, что мы запрос уже этот отправляли в Дорсервис. Нам пообещали, что ее сделают. Но пока не сделали. Но мы будем добиваться того, чтобы ее обязательно сделали. По предварительной информации, до наступления холодов дорожка все-таки появится. Юлия Пагасьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно.ТВ.